Обеспечить безопасность людей, жителей и миллионов гостей курорта в этом деле мелочей нет. В 2014 году практически завершена паспортизация объектов, на которых одномоментно может находиться 50 человек и более. Из 289 объектов паспортизировано 278. В городе-курорте 17 объектов, подлежащих первоочередной защите, такие как аэропорт, морской порт, железнодорожный вокзал и другие. Начальник Анапского линейного отдела МВД РФ на транспорте Сергей Домолазов в своем докладе рассказал об укрепленности этих объектов. Установлены камеры видеонаблюдения с возможностью приближения. Сотрудники полиции совместно с собственниками указанных объектов уже дважды в феврале-марте 2014 года и в январе-феврале 2015 года были проведены обследования всех 288 объектов на предмет их технической укрепленности и антитеррористической устойчивости. По результатам обследования сотрудниками полиции составлены акты с отражением в них недостатков и конкретных рекомендаций хозяйственному субъекту по обеспечению защищенности обследуемого объекта. Большое внимание уделяется школам и детским садам. Все учреждения образования в Анапе оснащены противопожарной сигнализацией, запасными выходами, первичными средствами пожаротушения, регулярно отрабатывают эвакуацию детей. В перспективе установка во всех учреждениях системы стрелец-мониторинг. К началу летнего сезона необходимо обеспечить безопасность морских пирсов, установить на каждом видеонаблюдении и починить сами конструкции. На заседании комиссии утвердили новый перечень объектов возможных террористических посягательств. В новом списке таких объектов в городе-курорте более 250.